В Ленском районе четыре муниципальных образования, поэтому в администрации ежегодно решают, на какие объекты в первую очередь направить благотворительные средства. В 2013-м 1 миллион рублей был выделен на ремонт и реконструкцию патологоанатомического отделения в селе Яринск. За неимением, попросту морга, жителям Ленского района в последние годы приходилось обращаться за помощью в Коряжму, а это не менее трех часов езды. Теперь в этом надобность отпала. Мы с вами находимся в патологоанатомическом отделении, здании морга, которое мы должны были капитально отремонтировать в связи с предписанием суда. Так как старое у нас не удовлетворяло и оно не подходило по САНПИН, нормам правила заключения было решение суда, по которым мы должны были сделать новое здание. Учреждение здравоохранения, хоть и передано в ведение регионального министерства, благотворительная помощь оказалась очень кстати. В реконструируемое здание проведено центральное отопление, водоснабжение, водоотведение. И пусть в объекте, куда были направлены благотворительные средства, люди нуждаются лишь на исходе своей жизни, все должно быть достойно, посчитали в районной больнице и муниципалитете. У нас было здесь два помещения, секционное и, наверное, прощальное, ритуальный зал у нас был. Сейчас у нас добавилось в комнатах кабинет холодильных камер, ритуальный зал у нас теперь новый стал и отдельный кабинет врача, так и вместе с новой секционной. Недавно мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию. У нас проходят сейчас процедуры передачи секционного стола с Коряжемской больницей, так как наше оборудование старенькое, Коряжемская горбольница на безвозмездной основе передает нам секционный стол новый. Большую помощь группа «Элим» оказывает учреждениям образования и культуры. Так, в 2012 году 500 тысяч рублей было направлено на ремонты в детской школе искусств. В нашей школе занимаются пределы 220 детей, это в двух зданиях Урдомии и Яринске. За последние годы количество детей мы стараемся сохранить, тенденция к увеличению проявляется на протяжении трех лет. Но ремонтные работы у нас проведены, мы их начали с этого зала. Деньги программные были выделены в 2008 году, отремонтировали зал, провели водоснабжение в школу до этого, воду возили бетонами, привозная вода была, провели теплый туалет, это была мечта всех родителей и детей. Теперь у нас уютно и красиво. Заменили электропроводку, что тоже немаловажно. Здание является постройкой 19 века. В свое время здесь располагались чайная, библиотека, доб ребенка и вот уже 24 года, как обосновалась детская школа искусств. На благотворительные средства был оборудован еще один кабинет, где раньше была кладовка, теперь светлый, уютный класс, где занимаются инструменталисты. По программе выделенных денег, была отремонтирована крыша, тоже маялись от того, что все протекало, невозможно было не покрасить потолки, и теперь у нас с этим, конечно, проблем нет. И отремонтировали старую кладовку, в которую складывалось все, что накопилось за 40 лет школы, ее освободили, и теперь там тоже кабинет, и занимаемся с детьми по классу Баяна. В Урдоме провели ремонт, тоже отремонтирована крыша, заменена полностью, что тоже нас очень выручило, потому что черные подтеки на стенах, устали все от них. После этого провели косметический ремонт и отремонтировали тоже частичную летоповодку. Яринская школа искусств насчитывает уже 40 лет своей истории. У нее есть свои традиции, но самое главное – ученики, многие из которых с музыкой решают связать свою дальнейшую жизнь. К примеру, сама Людмила Степановна закончила эту школу, а сейчас уже руководит учреждением и ведет уроки с детьми. В нашей школе работают отделения народные инструменты по специальностям баян, аккордеон, дом, раболайка и фортепианное отделение. Есть художественное отделение, в нашей школе оно небольшое, в основном это в Урдоме. Хоровое отделение есть. В двух часах от Яринска находится Урдома. Центром культурной жизни поселка считается Дом культуры. За 35 лет с момента сдачи в эксплуатацию здание не знало ремонтов. Поэтому в администрации Ленского района решили на благотворительные средства хорошо бы обновить помещения, залы. И вот ДК заметно преобразился. В течение последних лет как раз Ильин Гарант выделял большое количество денег нам. И поэтому мы за счет этого сделали большие ремонты на двух этажах. И внизу это наш коридор, это фойе, кроме этого зал зрительный. И наверху, на втором этаже, это коридор как раз, танцевальный зал и комнату свадебную. Потому что мы в танцевальном зале проводим свадебные праздники. Штат творческих работников ДК невелик. Как говорит художественный руководитель Наталья Теребихина, всю культуру Урдомы делает два человека. Сама Наталья Николаевна занимается с вокалистами, является режиссером всех театрализованных представлений. А методист Ирина Степанова занимается с детьми и молодежью. Но есть еще клубы и библиотеки в лесных поселках. Вот в составе нашего центра несколько клубов, это четыре клуба. И плюс еще три библиотеки. Тем более они разбросаны по разным лесным поселкам. Но по две библиотеки и по два клуба находятся в нашем поселке Урдома. Это по разные стороны железной дороги. Вот мы работаем все дружно, стараясь друг другу помогать. Ну и конечно наша основная работа, это работа с населением. Как можно больше привлекать население в наши клубы, чтобы занять их в самом деле культурным досугом. Чтобы они получили у нас какую-то информацию, хорошее настроение, какой-то здоровый заряд на отдых после своей трудно-работы. Аудитория зрителей и участников творческой самодеятельности в Урдомском центре культуры и досуга обширна. Поэтому помощи от партнеров здесь всегда рады. Мы хотим сказать большое спасибо группе ИЛИМ за их вот такую большущую-большущую помощь в адрес нашей культуры. Без них, конечно, мы бы ничего не сделали. Наши дома культуры находятся в очень плачевном состоянии. Они построены еще очень давно, еще в советское время, в прошлом веке. Если бы не они, мы не могли бы обновить ничего в наших домах культуры. Но мы, конечно, к ним обращаемся еще с просьбой, потому что у нас в очень плачевном состоянии находятся наши туалетные комнаты, к сожалению. А у нас приходят и дети, приходят и пенсионеры, приходят и инвалиды. И поэтому хочется их встретить, конечно, приятными туалетными комнатами. Поэтому мы просим, пожалуйста, если можно, помогите нам еще решить эту проблему. Благотворительные средства идут на поддержку некоммерческих организаций района. Так добрые партнерские отношения выстроил Совет ветеранов. В прошлом году при поддержке фонда ИЛИМ Гарант была издана книга, в которую вошли истории судьбы Ленского района в 40-е годы 20-го столетия. И это лишь малая доля всей огромной помощи, которую группа ИЛИМ оказывает учреждениям и организациям района. Помощь очень существенна, она безмерна. По нашим меркам, учитывая наши доходы, нашу бюджет, сельского бюджета, сельской местности, доходы, помощь очень значительная. Помощь направляется в основном на социальные объекты, это школы, больницы, детские сады, дома культуры. Поэтому посредством этого благотворительного фонда у нас все поселения получили финансовую поддержку. И они очевидны, они видны, поэтому мы безмерно благодарны этому фонду и руководителям этого фонда за материальную поддержку районной администрации. Три лесозагрительные предприятия у нас это самые большие лесозагрительные предприятия и по объемам, по объемным показателям самые большие, и по численности. Поэтому они приносят не только, есть прямые доходы, это налоговый бюджет, но и косвенно получают люди заработную плату, развивают территорию нашу посредством строительства дорог, посредством приобретения техники, посредством строительства производственных помещений. Поэтому здесь очень много и прямых, и косвенных показателей, улучшающих наше благосостояние и нашу экономику района. Только за последние три года на благотворительные деньги отремонтировано пять объектов сферы здравоохранения, шесть сферы образования, восемь сферы культуры. За 2011, 2012 и 2013 годы группа «Лим» направила на финансирование социальных проектов около 8 миллионов рублей для реализации социальных программ на территории Ленского района. Продолжение следует...